Книга открытым оком. Вопрос 120. Расскажите, пожалуйста, о ваших последних встречах с епископом Алтайским Антонием и со старообрядческим епископом Силуяном. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Считаю, что встречи были неплохие, но сравнивать одну и другую не приходится. Епископ Антоний открытый, высказывает сожаление о том, что у него творится в епархии. Когда я пожелал задавать ему вопросы под запись, он тут же взял в руки мой микрофон и стал отвечать. Со старообрядческим это исключено. У епископа Антония при разговоре о делах епархии очень искренне звучала печаль о духовном состоянии епархии. Когда я спросил его, почему же он не принимает никаких мер по отношению священников, которые совершенно не учат народ, он ответил, я их посылаю на приход, а они воруют. Когда он был у меня на дому, а в другой раз мы вместе ехали в его машине, он всегда приглашал меня к себе, чтобы открыть курсы для священников и учить их, говоря, «У меня нет ни одного миссионера». Он не ставил никаких условий, а просто просил помощи, разговаривал на равных. Старообрядческий же всегда колол никонианством, своим превозношением, набивался на титул непогрешимого. Почему-то всегда и в эту встречу мне было очень жаль Антония и хотелось еще с ним встретиться. Он провожал до дверей и неоднократно благословлял. Старообрядческий же Силуан просто топтал меня и издевался надо мной даже у меня на дому. Если Антоний с радостью сел за стол за прекрасно приготовленный Надеждой Васильевны рыбный пирог, ибо она в этом великая искусница, то Силуан сразу поставил ультиматум «За стол без молитвы нельзя, а молиться на наши иконы запрещено, и при том садиться за мной за стол нельзя, чтобы не оскверниться». Тогда я решил немного побрить его и осадил. «Чего уж куражиться-то? Нужда заставит на полу возле помойного ведра будешь просить у меня есть эти же пироги». Он как-то сразу обмяк и спокойно сказал «Ну, тогда уж куда деваться, если большая нужда?» «Значит, и под этой мертвой толщины поповской рогожей есть что-то живое, то ли в сердце, то ли в утробе». «Еще добавлю, что после этой встречи он был в Австралии, и там же был наш епископ Евтихий Курочкин. И они были приглашены в один дом, и за одним столом ели блины, и Силуян Килин вел себя совершенно нормально. И хотя я просил его благословить меня, он так и не отважился осенить меня своим же творящим двуперстием. Дай-то Бог, чтобы в вечности все мы были вместе за трапезой у Христа». Свой городок от бед монастырек, зашоренные окна и глазницы, исследовано все и вдоль, и поперек, от черноты темнеют лица птицы, придумано в пустынях и явно не вчера, устав, колокола и типикон, молитвы день и ночь с полночи до утра, полсуток натощак грядущий сон. Соревнования канонов, правилов, дыму, в кадильном, монотонном и тягучем, за часом шли века, тоски и мук, из обитателей бесчисленные тучи. Какие силы скрылись за стеной высокой монастырской отверделой, ни революцией, ни атомной войной не вызволить к евангельскому делу? А если бы апостолы, Христос, явились и униженно просили на проповедь пойти, на них повсюду спрос, по всей, по матушке растерзанной России, нет, не пойдут. Им царство тишины дороже Библии божественных призывов. Воскрылия на юбки и штаны, привыкли мы к подрясникам красивым. Писание одобряет несемейных, свободных от забот и суеты, все для Христа, все знания и умения на проповедь, на проповедь и я, и ты. Селища не в дебелой сутане, в молчании потупленной до пола, призывные знамена, плакаты на стене, Христу, но не КПСС и Комсомолу. Моря и скверы, пляжи и дворцы охвачены евангельским призывом. Не рыбари, духовные ловцы, в цивильном платье через жил массивы. Конечно, нам мечтать не запретишь, монастыри встают из-под руин. Там за стеной порядок, блажь и тишь, по полю бранному проходит он один. 17 мая 2002 год.